Пока работы на проезжей части проводятся только на четной стороне улицы Ленинской. Сегодня дорожники приступили к укладке верхнего слоя из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По графику в течение суток они должны обустроить проезжую часть от полевой до Чкалова. Ранее было выполнено презерование старого покрытия и укладка выравнивающего слоя. Затем перейдут на нечетную сторону улицы. Комплексный ремонт проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По комплексному ремонту объекта учитывается вся имеющаяся инфраструктура объекта, как имеющиеся зеленые насаждения, газоны, тротуары, средства организации дорожного движения. Учитывается необходимость устройства дополнительных парковочных мест. Особо хочу отметить, так как улица достаточно давно построена, на ней большое количество инженерных коммуникаций находится, кабели связи, ливневка, водопроводы. Проект рассчитан на два года. В этом году дорожники должны привести в порядок участок длиной 300 метров от полевой до Чкалова. Стоимость этих работ составит порядка 20 миллионов рублей. Второй участок в планах на следующий год. В итоге на всей протяженности улицы не только обновится проезжая часть, но и тротуары. Они будут выложены плиткой. Планируется обустроить газоны, заменить бордюры, оборудовать въезды во дворы. Мы выполнили пожелание заказчиков въезда во дворы. Плюс мы выполнили отвод воды, чтобы вода не впитывала во двор жителям. Уклон от посадов дома в сторону проезжей части. Работы проводятся круглосуточно. Днем участок перекрывается только в одну сторону. В исторической части города улицы узкие, много коммуникаций, и это осложняет работу. Несмотря на это, будут обустроены 300 квадратных метров парковочных въездов. Ну, это приятно, что асфальт становится лучше. Если будут новые парковочные места, автомобилисты вообще будут очень рады. Ремонт проводится с учетом мнений местных жителей. В частности, укрепляются приямки, углубления, прилегающие к стенам многоквартирных домов, чтобы не допустить подтопления цокольных этажей и подвалов. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. Редактор субтитров А.Семкин